Сегодня утром стало известно о взрыве в морском порту Махачкалы. Пожар вспыхнул машинам отделения танкера. Его площадь составила 600 квадратных метров. Немногим позже стало известно, что жертвами трагедии стало три человека. Еще три пострадали. Они находятся в больнице, и наша съемочная бригада посетила их. Слово Патимат Ханаповой. Взрыв произошел ранним утром, во время перекачки нефтепродуктов. Трагедия унесла жизнь троих моряков. Еще столько же с различными травмами и ожогами госпитализированы. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое. Мужчина находится в реанимации. У него более 90% ожогов тела. Составляет прогноз с ожогом больным. Это дело неблагоприятное. Но состояние больного, который находится в реанимации, крайне тяжелое, конечно. 95% ожогов, сами понимаете. Второго 10%, там средняя степень тяжелая, нормально все. Третьего больного с ушибами, множественными ушибами тела и ссадины, он находится в травматологии. Открытый пожар спасателям удалось вовремя остановить. Однако полностью ликвидировать его мешает слишком высокая температура внутри машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтью проводится проливка судна. По словам специалистов, угрозы разлива топлива нет. Никакой угрозы, что разлилется нефть, повторные что-то выбросы будут. На данный момент распространение пожара по трюмам, по отсекам предотвращено. Происходит горение в машинном отделении. Сложность тушения пожара представляет, что там внутри пока высокая температура. И сам процесс тушения из-за этого он проходит так медленно. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники Южного управления Следственного комитета. Пока известно только то, что по прибытию на место пожарные обнаружили возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.